Принципиальных технологических изменений Корреспонденты Обычный с первого взгляда контейнер, но если присмотреться, он висит в воздухе Между платформой и основанием пустой промежуток 2,5 см Так петербургские ученые испытывают магнитный подвес Платформа находится в подвешенном состоянии, левитирует уже 3 года Технология левитации известна давно Применить ее в транспорте пытаются многие страны Поезда на магнитной подушке уже успешно возят пассажиров в Китае О том, что эксплуатация должна обходиться дешевле, говорят законы физики Главное преимущество – отсутствие трения Позволяет хорошо сэкономить на износе детали подвески и существенно увеличить скорость Если сегодня никто не замахивается в мире, что колесо рейс самых высокоскоростных поездов Может показать скорость 400 км в час, у нас этого ограничения нет У нас это ограничение будет связано только с преодолением аэродинамического сопротивления А это уже Беларусь – испытательный полигон системы Юницкого Здесь транспортные капсулы движутся по струне, натянутой между металлическими опорами Технология позволяет сэкономить на строительстве дорогостоящих конструкций, мостов и эстакад Что в теории должно сделать транспорт в несколько раз дешевле и рентабельнее С точки зрения окупаемости для инфраструктурных проектов Их окупаемость составляет, как правило, от 5 до 7 лет Транспортом Юницкого интересуются во многих странах – от Индии до Канады Но изобретатель ведет свои разработки на родине – в Беларуси – на деньги, собранные с помощью краудфандинга Деятельность Юницкого финансирует множество мелких инвесторов со всего мира Которые просто верят в успех струнных технологий Впрочем, есть и скептики – самой технологии почти 40 лет Но полноценную трассу для высокоскоростных испытаний построили только сейчас Мы сейчас завершаем землетворку под высокоскоростную дорогу Где длина должна быть порядка 20 километров Иначе на меньшей длине мы не можем развить скорость 500 км в час А это уже американский конкурент Юницкого – гиперпетля Вакуумный трубопровод, по которому летают капсулы с пассажирами и грузами Увеличенная модель пневмопочты, предложенная американским изобретателем Илоном Маском В этом году разработчики технологии построили тестовый участок На котором будут проводиться испытания пассажирских капсул В России пока все планы лишь на бумаге Гиперлуп – это очень любопытный подход Красивый, интересный Но прежде чем всерьез этим заниматься Нужно подождать, пока эта технология продемонстрирует себя в практической эксплуатации Потому что стоимость сооружения очень высока И в случае, если надежды не оправдаются Это будут огромные потерянные инвестиции Когда начнется коммерческая эксплуатация магнитных поездов, юнибусов и пневмотруб Эксперты сказать не берутся Возможно, какая-нибудь из перечисленных технологий так и останется нереализованной В любом случае, пока чиновники из многих стран опасаются вкладывать в них существенные деньги И продолжают строить традиционные автомагистрали и железные дороги Максим Драгнев, Борис Чесноков Для программы «Вместе выгодно» С вами был Борис Чесноков До встречи в эфире С нами интересно С вами был Борис Чесноков 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 традиционно очень представлен, и именно поддержкой богословения лидера буддистов Далай-Ламы это очень серьезный такой аргумент. Я могу сказать, что мы сейчас очень активно ведем переговоры, и планируется сейчас уже сначала визит министра транспорта в Эко-технопарк. Это будет сразу, соответственно, после Эко-феста. А где-то ближе к осени планируется уже визит Юницкого в Монголию для того, чтобы на самом верхнем уровне запустить именно адресные проекты. И естественно, что когда я нашим партнерам, которые в Монголии представляют именно проект Skyway, показал и отправил фотографии, где Юницкий именно беседует и встреча делегации с Далай-Ламой, и потом было с ним общение еще один на один, это на фотографиях все увидите. Соответственно, для Монголии, где Далай-Лама почитается и ставится намного выше, чем даже президент страны, это, естественно, произвело очень серьезное впечатление. Также, вы, наверное, помните, мы анонсировали, показывали встречу Кирилла Бадулина, это руководителя направления адресных проектов головной компании. Соответственно, встречу с Алексеем Цыденовым, это бывший заместитель министра транспорта, который возглавлял комиссию по экспертизе, когда представлялся проект Skyway. Сейчас, подождите секундочку, у меня тут. Все тут у нас, это, технические сбои всегда, соответственно, маленький сынишка, он всегда врывается, ему всегда интересно, с кем там папа разговаривает и смотрит эту самую в экран. Поэтому, значит, по Кириллу Бадулину, то есть он представлял проект Бурятии, соответственно, президентом Бурятии стал Алексей Цыденов с должности замминистра транспорта, Путин его назначил руководителем Бурятии, и, соответственно, это тоже очень важная поддержка, потому что Бурятия, она традиционно, как бы у нас ориентирована на буддизм, и это тоже очень такой важный аспект. Таких встреч еще будет много, это просто показывает, друзья, как иллюстрация развития. И про Индию, про все эти вопросы Алексей вам расскажет более подробно и, так сказать, расширенно, потому что он участник этих всех событий, он был во всех переговорах, он был в Индии с делегацией туда, приезжал Дмитрий Владимирович Терехин, это один из первых инвесторов, крупных инвесторов проекта СКВ, еще более 15 лет назад инвестировавший очень серьезные средства в проект. Сейчас он по просьбе Анатолия Доваревича Юницкого возглавил одну из управляющих компаний, именно ориентированной на адресные проекты, на конкретные адресные проекты. И он также принимал там участие в работе и в переговорах с крупными инвестфондами. Поэтому эта работа тоже... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжаем. Корректор А.Кулакова Так, коллеги, здравствуйте. Видимо, у Сергея Анатольевича технические неполадки, но обязательно включится. Я тогда начну со своей части. Приветствую вас, дорогие друзья, кто был на дневном вебинаре, кто не был. Ну, наверняка здесь присутствуют люди, кто еще не был на дневном вебинаре и не слышал новости. Да-да-да. Алексей, я пока... Алексей, я пока включается, то есть не исключено, что там... Да, что... Ну, пока вылетает комната уже четвертый раз подряд. Я просто... Такая атака может быть. Вот, Тамара Эдуардовна, приветствую вас. То есть вы, Алексей, здороваетесь. Ну, я почему сейчас хочу... Такой, потому что у нас по средам в 21, уже час в 20 по европейскому идет Юни-Скай-вебинар. Поэтому мы... Так, это что такое? Вот, идет Юни-Скай-вебинар, и я переключусь туда потом где-то без 15, без 20, то есть уже через 20 минут. На те комнаты, и сегодня, кто еще не знает, или, соответственно, еще напомню, что мы ведем вебинары еще для Чехии, Словакии, Венгрии, Сербии, Хорватии, Италии. Сегодня пытались, но, скорее всего, не получится подключиться еще Эстония, со следующей недели будет Эстония. То есть мы параллельно ведем это для разных комнат, для разных аудиторий, для наших разных лидеров, для того, чтобы получали последние именно новости именно с Кай-вея. Вот, поэтому, друзья, давайте я коротко пробегусь. Мы уже сегодня с Алексеем днем давали освещение вот тех событий, которые произошли. Вот, я бы просто хотел несколько добавить, ну, таких штрихов к тому, что было вот в Словакии, соответственно, это у нас было там 10-11, потом в Италии, и параллельно все, что Алексей расскажет, что было в Индии. Вот, значит, мы с Франтишиком Соларом участвовали вот в европейской инновационной конференции, которая называлась Smart City, где все рассматривалось по технологии. Кстати, в Индии точно так же назывался этот форум, где участвовал Юницкий и Виктор Алексей. Вот, соответственно, мы делали доклад на тему именно Скай-вея, причем я в своей части как по развитию технологии, а Францисик Солар, это наш словарский, ну, и вообще сегодня один из ведущих лидеров Скай-вея, именно по стартапам, по запуску для, как это понимается, европейскими инвесторами. И там был интересный формат такой, что сначала мы согласовывали, что у меня должно было быть 30-минутное выступление с синхронным переводом, потом нам буквально за день до конференции поменяли формат, представили 15 минут для кулинарной части, именно там у нас был стенд свой Скай-вея, где стоял монитор, где стояли ролапы, где мы раздавали материалы, именно брошюры и визитки для того, чтобы дальше связываться. И буквально уже в день до, вот, привет, спадало, да, это из Италии, очень-очень приятно. Так вот, соответственно, буквально за день до конференции было требование, чтобы презентация была на английском языке. Вот, я, конечно, при определенной подготовке могу сделать на английском языке, но вот так вот, чтобы без подготовки и сразу, английский у меня очень слабый для таких вещей. Поэтому было некоторое напряжение, Францишек очень сильно нервничал, но после определенной подготовки мы все-таки договорились с организаторами конференции, что я делаю доклад на русском языке, Францишек его переводит на словакский, а параллельно переводчики, которые уже находятся в кабинах, они переводят на английский язык, потому что основная аудитория там была все-таки словакская. Вот, и организаторы нам дали такое право, и надо было в течение 15 минут, с учетом, что еще был двойной перевод, дать основные вещи, то, чем мы занимаемся, и почему это интересно именно для тех, кто сегодня думает об инновациях, думает о будущем, произносит такие слова, как «Умный город». Вот, и, друзья, благодаря тому, что мы уже с Алексеем столько ведем и вебинары для новичков, и огромное количество презентаций, и сейчас вот мы уже долгое время ведем именно вебинары с переводом. Вот, я могу сказать, что, друзья, мне 15 минут вполне хватило для того, чтобы основные донести мысли, чем мы занимаемся, то есть рассказать, что такое Skyway, дать понятие, что такое Skyway, объяснить, что такое мобильность 4.0, 4.5, 0, что такое пятый технологический уклад, что такое шестой технологический уклад, показать о том, в каком направлении будут развиваться города, и самое основное, дать представление о том, что ждет, скажем, в ближайшее будущем тех, кто сегодня слышит о Skyway. Вот, интерес был настолько высокий, что после перерывов между этими сессиями у нас на стенде побывали практически все руководители и Словакии, и Братиславы, и мэр был, и руководитель парламента, и министр транспорта, вот, и, соответственно, все основные и фонды, и инвесторы, которые были там, именно с точки зрения технологии, они все узнали, заинтересовались Skyway, и дальше Францишек уже начал вести работу по тому, как это дальше развивать. Поэтому, друзья, естественно, что фраза, с которой я классически начинаю, вы от меня ее слышали уже не раз, да, то есть это Францишек, он дал шесть интервью всем центральным каналам, именно и Словакии, и Европы, вот, и фраза, которую вы, друзья, тоже много слышали, но которая очень серьезно воспринимается сегодня о том, что когда делаешь утверждение, что за 20 лет жизнь изменилась радикально благодаря интернету, и 20 лет назад мы еще не предполагали, в каком направлении изменится жизнь сегодня, слова Skype, Viber, Microsoft, Facebook, Zuckerberg, Apple, Jobs, это уже то, в чем мы ориентируемся и без чего не представляем свою жизнь, а то, что на ближайшие 20 лет произойдет, и моя классическая такая уже фраза, которая обретает сейчас все больше и больше такое значение и смысл, что за ближайшие 10-15 лет жизнь изменится более радикально, чем за предыдущие 15, и в каком направлении 99% людей даже не представляют. И дальше я показывал уже действующие юнибайки, действующие юнибусы, линия, которая строится на километр, которая будет продлена потом на 22 километра, и, соответственно, показывал логику развития именно линейных городов, и именно инфраструктурных проектов. Вот, конечно, это действует очень впечатляюще, конечно, это все уже выглядит реалистично, вот, и, соответственно, сразу же к этому совсем другое отношение, другой подход. И обычно, чем я заканчиваю, что то, что для вас является фантастикой, или вы первый раз сейчас услышали, мы не то, что сегодня об этом говорим, или мы визуализируем, показываем, и не то, что мы говорим, мы это будем создавать, это, друзья, уже работающая система, мы ее создали. Она уже находится в испытаниях, и то, что для вас является будущим, для нас это уже настоящее. Соответственно, это действует еще более, ну, скажем так, интересно. И здесь, я уже говорил, опять же, сегодня днем, произошла очень интересная история, мы ее много обсуждали в чатах, Вячеслав Кольбе был участником, еще очень многие наши активные партнеры. Это, друзья, на прошлом вебинаре, я когда говорил в Перископе, а потом вечером, а, нет, в Перископе, и один деятель активно писал, что почему так плохо, отвратительно выглядит Skyway, вот фотографии, и там, в общем, чуть не того, что мы все сфотографировали, и это все не так, о чем вы говорите. Я не мог понять, в чем проблема, почему у нас так, вот потом мне ребята, там, по-моему, из Норвегии, да, первый, Борис нас сбросил эти фотографии, то есть это была акция, продуманная нашими любимыми троллями, которые приехали в Экотехнопарк, он сфотографировал даже свой кабриолет, потом пофотографировал с разных ракурсов Экотехнопарк, выбрал, как ему показалось, самые такие ржавые, грязные, кривые, ну, то есть стройка еще идет, то есть узлы, и выложил это как недостатки технологии, с такими очень каверзными комментариями. Ну, в общем-то, я посмотрел, фоторепортаж очень интересный, такой очень комплексный, вот, мы никогда разом столько фотографий в одном месте не собирали, и тем более, там, с разных ракурсов, где пытался показать недостатки. Вот, ну, и, соответственно, сбросил это Юницкому, сбросил это Виктору Багурину, чтобы они как раз в Индии посмотрели, вот, чем тешатся и чем нас, соответственно, тешат наши тролли. Вот, а дальше Виктор мне буквально через некоторое время отвечает, интересная история происходит, что я сижу на сессии в умный город, вот выступает Юницкий, и рядом сидит очень такой высокого уровня строитель, вот, руководитель крупной строительной компании, он видит ролики, анимации, говорит, что да, очень красиво, очень интересно, а можно ли узнать, когда это станет реальностью. А у Виктора на компьютере открыты эти фотографии, он говорит, ну, вот, смотрите, и пролистывает все эти фотографии, там их около 20, по-моему, штук. Вот, он смотрит, он видит реальную стройку, он видит реальную, как это происходит, строителя не пугает, там, грязь вокруг опор, там, или, соответственно, арматура не совсем, точнее, там, не покрашенная ржавая, что-то, друзья, стройка идет, она еще не закончена. Вот, и, соответственно, он говорит, да, это абсолютно реально, это абсолютно, как бы это, я очень рад, отменялись визитками, и дальше Виктор говорит, он, там, наметили с ним очень серьезную работу. Вот, таким образом, эти фотографии, вместо того, чтобы, как предполагали наши оппоненты, сыграют отрицательную роль, они играют очень положительную, поэтому я уже говорил сейчас еще раз большое спасибо этому троллю, вот, мы пытались его найти, так и не смогли разыскать, кто это такой, и вплоть до того, что ему, наверное, даже полагается уже какое-то вознаграждение, или, во всяком случае, большое спасибо за ту работу, что он сделал. Вот, у меня буквально там, вот, я прочитал, посмеялся, мне понравилось, как бы, юмор, с каким Виктор там все это преподал, и буквально ко мне подходит, там, через 15 минут на этой выставке зампрезидент тоже крупной компании технологической, и говорит, что я вот посмотрел ваше выступление, все, насколько вот реально сейчас ваши работы, я уже молча показываю, открываю эти фотографии, я говорю, посмотрите, он посмотрел, я говорю, у вас есть еще вопрос, он говорит, нет, я понимаю, что это все реально, это все строится, что вы сейчас в испытаниях, я говорю, да, вы все правильно понимаете, процесс идет, мы в процессе, то есть, и, соответственно, мы не обещаем и не говорим никаких несбыточных вещей, мы все это делаем, реализуем, испытываем, он говорит, все очень хорошо, спасибо, и, говорит, когда можно к вам в Марину горку приехать, соответственно, посмотреть, вот, все договорились, как бы процесс идет, и двинулись, поэтому, друзья, как бы все это не хотел кто-то подать, как бы это не пыталось, не пытались все извратить, друзья, все идет своим чередом, и поэтому мы сегодня абсолютно уверены, что Экофест, до которого осталось, друзья, 44 дня, еще раз повторяю, мы с вами начали отчет, когда было 100 дней до Экофеста, время летит просто стремительно, осталось 44 дня, там ведется огромное количество работы, параллельно, которое сегодня идет, я пытался у Юницкого позавчера, когда он звонил из Индии, уточнить окончательно, что будет готово, что не будет готово, как Экофесту, но здесь, друзья, он говорит, вы меня тоже должны понять, многие работы ведутся просто вот с колес, у нас нету такой роскоши по времени, чтобы мы все сделали, испытали, а потом показываем, поэтому очень многие вещи, которые сейчас, вот допустим, 24-мешный Юнибус, он сейчас собирается, Юникар собирается, 200-400-200 монтируется в этот момент, поэтому, друзья, что будет закончено и что будет показано, сейчас сказать невозможно, тем более, что все сейчас выполняется подрядными организациями и очень многие вещи зависят уже не от нас, а от подрядчиков и это очень много сложностей, очень много проблем, как и везде, как и всегда, поэтому будем надеяться, что все будет как запланировано, но во всяком случае, друзья, то, что уже сегодня готово и то, что сегодня будет делаться, ну, демонстрироваться, это, конечно, уже, соответственно, уже демонстрировалось очень много, поэтому сегодня на Экофест, друзья, уже продано порядка, ну, более 3 тысяч, уже приближается к 4 тысячам билетов, которые уже проданы, заявок сейчас еще очень много, мы планируем, что будем вводить ограничения, когда количество проданных билетов вплотную приблизится к 5 тысячам, потому что на большее, пока на большее количество участников не готовы проводить, поэтому, друзья, Экофест это будет еще и уникальное с точки зрения мероприятия, когда со всего мира, со всех континентов, практически, вот сейчас мы ведем учет, но это точно скажем только после Экофеста, сейчас около 50 стран, инвесторы из 50 стран планируют приехать в Экофест, на Экофест, то есть, друзья, такого масштаба события, чтобы 5000 человек из 50 стран мира приехали за свой счет для того, чтобы поддержать проект, увидеть все своими глазами и собраться вместе, друзья, соответственно, такого события, я думаю, еще не было, во всяком случае, вот в рамках венчурного проекта, я не могу привести аналогов, ну, кроме какого-нибудь крупного рок-фестиваля или там Евровидения, или Олимпиады, когда собираются тысячи людей, и вот, поэтому мы разговаривали с Франтижиком в Словакии с представителями компаний, которые работают на книгу рекордов Гиннесса, вот, мы с ними пересекались, когда в Минске, в Белоруссии, когда тоже наш друг, партнер Кирилл Шимко тянул самый большой вертолет в мире, Ми-26 лямками, и у него на груди был логотип SkyWay, и он в своем интервью после того, как установил рекорд, тоже сказал, что он партнер, он сторонник SkyWay, и он это делает для того, чтобы обратить внимание, вот, и на здоровье, и вот на технологию SkyWay. И тогда мы познакомились, когда мы еще раз пересеклись, вот, и я просто порекомендовал ребятам, я говорю, вы присмотритесь к фестивалю, к тому, что будет, потому что это событие неординарный раз, а второе, я не исключаю, что такого рода событий, ну, еще не происходило, то есть это уникальное. Они действительно, когда переспросили, сколько у нас зарегистрированных стран, когда я сказал, что у нас в реестре сегодня 237 стран, для них это был просто шок, потому что в реестре Организации Объединенных Наций 197 стран, вот, соответственно, это уже сегодня показатель того, что у нас партнеры из стран, которые даже сегодня либо не зарегистрированы, либо не признаны еще, как отдельное государственное образование. И, соответственно, Юницкий, как инженер, который собрал в одном проекте такое количество инвесторов, такое количество людей, которые сегодня на добровольной основе, рискуя своими инвестициями, поддерживают проект, это тоже, друзья, просто уникальная вещь. И то, что мы сегодня, как проект, демонстрируем, фактически Экофест, это первый серьезный отчет о проделанной работе, о вложенных инвестициях, о тех работах, которые проделаны, это тоже, друзья, уникальная вещь. И Алексей сегодня уже говорил, сейчас он еще будет говорить, что мы уже не раз пересекались здесь, в Москве, с компанией PricewaterhouseCoopers, и в Минск они приезжали, с ними работа, и с индийским отделением, которое сегодня будет работа, они сами предложили, чтобы провести аудит, соответственно, проекта Skyway, для того, чтобы оценить, что сегодня создано и сколько стоит уже та материализованная интеллектуальная собственность, которая уже сегодня демонстрируем. Поэтому, друзья, это тоже очень интересное такое развитие, и, конечно, не к Экофесту, а ближе там к осени, у нас будет еще очень серьезный аудиторский отчет, для того, чтобы именно показать нашим партнерам, инвесторам, друзьям, но и оппонентам, соответственно, и стоимость интеллектуальной собственности, которая материализована, и, соответственно, тот объем работ, который сегодня выполнены. Поэтому это тоже, друзья, как такой промежуточный, но очень важный результат. Соответственно, если дальше говорить уже по моей географии, я из Братислава потом провели с Францишеком презентацию в Вене, небольшую такую встречу с инвесторами, потом у нас была уже такая первая итальянская конференция, первая в Падове, а потом в Венеции. Соответственно, в Падове наши партнеры собрали и организовали очень интересную конференцию, было около 100 инвесторов, я могу сказать, 2-3 людей, которые только-только услышали о Skyway и только получают информацию. Поэтому реакция была очень положительная, очень интересная. В Перископе я не делал запись специальную, просто была трансляция в Перископ и запись этой конференции находится. Там выступали наши уже последовательные, которые параллельно сейчас с проектами в криптовалюте, а конкретно в Ванкоине, сейчас начали заниматься Skyway, там один из лидеров европейских таких Ванкоина. Его зовут Александра, и вот такой очень колоритный итальянец, и как он выступал, друзья, я вам рекомендую просто зайти в Перископ и посмотреть это выступление, потому что это истинный итальянец с истинным таким темпераментом, рассказывает о Skyway, и мы с ним потом еще общались много вечером, и он просто был в таком восторге. Вот, и он говорит, что я лично сделаю это, Александра, чтобы до конца года каждый итальянец узнал о проекте Skyway, и как минимум каждый второй стал инвестором. И что-то мне подсказывает, друзья, у Александра получится все. Вот, поэтому, потому что с каким искренним восхищением он говорил о юницком, о проекте, о русском инженере, о русском чуде. Поэтому, друзья, посмотрите эту запись. Я был перевод, ну, причем Ильдига, она переводила насколько могла, просто, понимаете, вот этот итальянский скоростной язык, а еще такой эмоциональный, то переводить там просто дословно было очень тяжело. Но по мере возможности все-таки перевод был. И прямо в Перископе я поставил наушник к динамику, и шел параллельный перевод. И я могу сказать, а потом выступал инженер, ну, я уже его имени сейчас так сказать не могу, потому что я его первый раз видел. Вот, он железнодорожный профессиональный инженер. И тоже, как он рассказывал о технологии, как он комментировал, все говорит о том, что это высокий профессионализм и истинное восхищение. Я даже написал там Анатолию Дуарчу, пока сидели. Потом он вечером позвонил, когда мы все были уже за таким дружеским ужином. Вот, всех поблагодарил, там все, как всегда, крикнули очень дружно «Скайвей». Вот, это уже наша традиция, введенная в Берлине Жене Кудряшову. Соответственно, вот это искреннее восхищение, друзья, когда говорят, что к русским отношениям, русофобия в мире, там, или еще что-нибудь, то сейчас мы увидели своими глазами это истинное восхищение именно технологии. В том, что дается очень серьезное сегодня направление вообще для всей планеты. И они, итальянцы, четко, как бы, потом на итальянском языке, всем хором «Строй, скайвей, спасай планету» — это действительно то, что сегодня объединяет очень многих разумных, серьезных людей. И то, что мы сегодня уже это реализуем, то, что мы сегодня уже подошли к реализации и к адресным проектам, говорит о том, что то, что мы с вами, друзья, сделали за эти три года, это, конечно, очень и очень серьезный результат. И были еще две женщины, девушки, так сказать, которые были еще на первой нашей конференции в марте 2014 года. Одна живет в Швейцарии, другая в Италии, в Милане. Вот, это уже, как говорится, наши такие последователи, партнеры, друзья. То есть, и они специально, когда услышали, что будет конференция в Падове, в Италии, специально приехали. Вот, и они очень много до конференции вели, там работы, разъяснений, потом после, во время ужина. Вот, и это уже, как говорится, такие родные люди, которых я очень много знаю. Я вот за это время, за три года, большим количеством людей лично познакомился. Вот, многих знают по вебинарам, по региональным конференциям. Это уже та сила, друзья, которая движет, соответственно, Skyway. И 1 июля, когда произойдет вот эта уже всемирная, фактически, демонстрация представления проекта, начнется новый этап. И мы много обсуждали, что будет после закрытия корневой технологии, как дальше будет развиваться краудинвестинг, как дальше будут параллельные направления, связанные с своим запуском уже и биржевых площадок, и запуск своих электронных площадок. То есть, это, друзья, вот та перспектива, которая идет дальше в развитие проекта. Очень много было интересного, и я давал объяснение, это уже когда были вопросы-ответы, там почти три часа. Они меня, соответственно, чтобы не было никаких вопросов неотвеченных, я сказал, давайте будем хоть до утра, но чтобы ни одного вопроса не осталось. И я говорю, ну там три часа еще в режиме вопрос-ответ. Вот, соответственно, я давал пояснение по поводу следующих венчурных проектов. Я говорил, что инженерная школа Юницкого – это не только Skyway, это еще ряд направлений, связанных и с домостроением, и с энергетикой, и с сельским хозяйством. И все они дальше будут также оформляться в рамках именно группы компаний SkyTech венчурными проектами, будут запускаться. Вот также мы будем использовать электронные средства и платежей, и обменов. Это тоже проект, который следующий идет. Мы готовим сегодня очень серьезную программу по инвестиционному фонду, который будет инвестировать именно в адресные проекты. И мы тоже с вами, друзья, это... И вот эта вся информация, она как раз была настолько исчерпывающа, что я ожидаю, что Италия у нас в ближайшее время будет одним из лидеров по приросту именно инвесторов и инвестиций. Вот. Потом еще была такая мини-конференция уже встреча с инвесторами в Венеции. Вот. Я первый раз попал в этот город. Я первый раз увидел и венецианцев, и сам. Это прекраснейший город. То есть я с большим удовольствием, меня провезли, показали по этому городу. Вот. Сама презентация была еще и в Лидо, это остров рядом с Венецией. Вот. Поэтому, друзья, очень такое серьезное впечатление. И самое главное, что мы прям там же наметили следующую конференцию на 16 сентября. Будет конференция уже южнее, в Болонии. И организатор, вот именно тот Александр, про который я говорил, он сказал, что по его прикидкам и расчетам, это будет уже такая крупная европейская конференция, на которой будет как минимум 500 участников. Вот. На этой конференции тоже были из Швейцарии, из Италии, из Франции, из Бельгии представители. То есть она была тоже такая серьезная международная конференция. Поэтому это результат, который, друзья, опять же, мы когда обсуждали с девушками, которые были на первой конференции, и она говорит, ну как у вас настрой, как ощущения после вот тех первых конференций сегодня? Я говорю, друзья, я как эти первые конференции три года назад вспомнил, я вздрогну, мне плохо становится, потому что когда после каждого выступления нам говорят, что вы мошенники, вы воры, вы обманываете людей, вы рассказываете сказки для того, чтобы вести в заблуждение. И сегодня, когда первое, что я начинаю, показываю испытания Юнибуса, Юнибайка, завод, трассы, адресные проекты, благословление от Далай-Ламы, строительство уже первого адресного проекта. Это, друзья, совсем другой подход. Недоброжелатели и злопыхатели будут всегда. Будут конкуренты, которые более, кстати, могу сказать, что в Индии, Алексей тоже об этом скажет, что буквально в день, когда был заключен договор первого адресного контракта и подписано соглашение с целым рядом губернаторов, соответственно, вышла огромная статья в центральной прессе в Индии с подготовленным именно таким очерняющим Skyway материалом, то есть с фотографиями, с якобы имеющим место. То есть именно был подготовленный просто такого именно черного пиара для того, чтобы очернить Skyway. Это тоже, друзья, понимаете, что это уже международная группа, что у нас появляются противники, которые работают не только в России, в Белоруссии, в Украине, а и по всему миру. И это говорит о том, что готовиться надо и к серьезной борьбе, и к серьезному противостоянию. Но, друзья, это естественное развитие проекта. Я думаю, что это абсолютно такой нормальный ход событий. Поэтому, естественно, что все это подогревалось и новостями, которые шли из Индии, то есть и репортажи, которые дал Юницкий именно на открытии выставки. То есть, если кто еще не прочитал или не посмотрел его выступление, очень рекомендую, потому что там очень многие вещи сказаны новые. Алексей сейчас на этом остановится. И были подписания с адресных проектов с губернаторами и с бизнес-сообществами. Это тоже воспринималось для западных инвесторов, друзья, очень хорошо и очень положительно. Ну и, соответственно, сама встреча Юницкого с духовным лидером буддистов, с Далай-ламой, это тоже, друзья, очень серьезное признание, когда была встреча и в группе. И что самое важное, потом встреча тет-а-тет, это же бывает очень редко, потому что, ну, кто не знает, кто такой Далай-лама, войдите в интернет, почитайте. Это очень серьезный, уважаемый в мире человек. И когда он, прям, как Юницкий сказал, взял его за руку, прислонился головой и сказал, что вы делаете очень нужное, светлое дело. Вот, я, друзья, уверен абсолютно, что это дорогого стоит. И это тоже признание проекта. И я могу сказать всем нашим злопыхателям, которые там говорят, что, ребята, съездите и попробуйте, чтобы вам Далай-лама сказал то же самое. Тогда я как минимум буду вас слушать. А во всех противных случаях называется «не смешите меня, Мотя», понимаете, как говорят у нас в Одессе. Вот, поэтому, соответственно, друзья, эта неделя прошла просто вот, опять же, когда сегодня Алексей мне сбросил цифру, что 44 дня до ЭК-феста, друзья, я просто вспомню, что мы с вами буквально проводили вебинар. И мне кажется, что это было на прошлой неделе. Я говорил, что 100 дней до ЭК-феста, 100 дней до приказа. Мы еще так шутили, кто служил в армии. То есть это знаменательная такая дата. Вот, а сегодня уже осталось 44 дня. Работы ведутся очень огромными темпами. Вот, буквально вчера, а сегодня я вот только приехал с Минска. Мы ведем переговоры сейчас о запуске очень интересного, мы вам попозже расскажем, адресного проекта в Монголии. И у нас посольство, наши сотрудники посольства представляют наши интересы. Они организовывают нам переговоры и с правительством, и с бизнес-структурами. Когда я им сбросил фотографии Далай-Ламы с Юницким, они говорят, для Монголии это намного выше, чем поддержка президента. Потому что они все чтут Далай-Ламу. И сегодня, когда они видят, что духовный лидер благословил и встречался, и сказал, что да, это реально светлое дело, он говорит, считайте, что в Монголии вам открыты все двери, и вы дальше с этим проектом пойдете где угодно. А мы сегодня уже проработали и, соответственно, увязываем вот сейчас с Алексеем и с нашей инвестиционной компанией, которую возглавил Дмитрий Владимирович Терехин, один из первых акционеров и первых инвесторов. Это уже по организации финансирования, уже непосредственно этого адресного проекта. Поэтому, друзья, это чуть дальше следующий уже шаг. Мы об этом будем рассказывать как о бизнес-проекте. Но это, друзья, развивается все сегодня огромнейшими-огромнейшими шагами. И сегодня, мы тут уже смеялись, нас приглашают. Меня пригласили, когда организацию конференции в Болонии, в Италии. Ну и задают вопрос, а Алексей приедет на конференцию? Мы бы хотели видеть, что Алексей, особенно его любят в Венгрии. Он говорит, когда же к нам приедет, когда вы приедете вместе с Алексеем, чтобы вас увидеть не только на вебинарах, но и это самое. Я говорю, друзья, сейчас роскошь, чтобы мы вместе приходили и проводили вместе конференцию, наверное, это будет уже, во всяком случае, не скоро. А единственный, наверное, такой момент в ближайшее время будет, это только в Минске на Экофесте. Потому что график сегодня настолько плотный, что мы с Алексеем общаемся только в режиме сейчас интернет-связи. И, соответственно, только когда надо обсуждать очень важные вопросы. А за последние вот эти 10 дней не было даже времени фактически пообщаться, только в перерывах переписывались в Вайбере. Поэтому, друзья, темп все увеличивается. Объем задач, он тоже как горизонт цели отодвигается. Но, друзья, это нисколько не пугает, нисколько не смущает. И, друзья, в этом году у меня уже есть абсолютная уверенность. Мы увидим уже реализацию, начало реализации адресных проектов, строительства. Ну, а самое, друзья, важное, мы увидим уже начало строительства трассы в 22 километра, которую на следующий год даст скорость уже 500 километров в час. Это будет завершение технологической демонстрации проекта Skyway. И мы дальше пойдем уже на соответствие. Еще очень важно, Алексей тоже об этом скажет, это первый раз демонстрация уже модели 1 к 10 скоростного юнилета. Вот мы его видели, мы его показывали, но его было запрещено. На выставке в Индии он уже продемонстрирован. Так что это та модель, которая на следующий год будет давать скорости сначала 300, потом 400 и расчетная скорость 500 километров в час. Ну вот, друзья, на этом я прощаюсь, я перехожу сейчас в другие комнаты, потому что через 10 минут у нас Unisky-вебинар для наших европейских партнеров. Передаю слово Алексею, я сам с удовольствием буду его еще слушать, так же, как и в обед, потому что информацию, которую он несет, так же крайне интересная и крайне важная. Все, друзья, а я на этом... Сергей Анатольевич, ну, собственно, мне тоже, наверное, уже в скором времени нужно будет обзаводиться ноутбуками, дополнительными устройствами, чтобы подключаться так же на Unisky-вебинары, потому что мы видим, что интерес огромный именно к Unisky-вебинарам. И действительно все больше и больше людей присоединяется именно к иностранцам. Но можно сказать, что видим одновременно такую стагнацию в русскоязычных вебинарах. Но сейчас, я думаю, что мы воспользуемся паузой именно в поездках и обязательно такой вот мастер-класс по трендам инвестирования, как мы один раз уже провели, уже вживую проведем. И попытаемся привлечь живую аудиторию, именно новую. Но я, друзья, хотел бы постановиться, естественно, на Индии, на поездки в Индии. То есть я достаточно широко осветил на дневном вебинаре. И сейчас я, так скажем, вкратце относительно хотел бы осветить, в чем же заключались особенности и вообще для чего мы участвовали в выставке. И, собственно, было ли целью участвовать только в выставке или же стратегическая цель была иная. Я могу сказать, что поездка началась еще задолго до выставки. То есть за три дня мы приехали. Первый день мы провели мозговой штурм с Анатолием Эдуардовичем, с Виктором Бабуриным. Именно по стратегии будущего в развитии SkyWay. То есть каким образом выходить на те рубежи привлечения инвестиций, которые нам уже нужно будет осваивать после закрытия финансирования корневой. Потому что будут еще эко-технопарки и в других странах, которые, возможно, нужно будет финансировать с помощью краудинвестинга. И, дорогие друзья, я могу сказать, что та схема, которая была создана и отработана Анатолием Эдуардовичем Юницким, я имею в виду краудинвестинг, и по праву могу назвать одним из изобретателей и создателей именно краудинвестинга Анатолия Эдуардовича Юницкого. Потому что неоднократно нас спрашивали и просили, а не хотели бы мы кого-то еще проинвестировать, какие-то заводы, пароходы. Мы говорим, дорогие друзья, сейчас у нас первостепенная задача – это запуск технологии, это демонстрация в движении высокоскоростного транспорта. И, соответственно, далее у нас еще целый ряд технологий именно направления SkyTech, которые мы также будем инвестировать. И у нас целый ряд экотехнопарков, которые частично, возможно, нужно будет финансировать, и там уже будет рассчитываться именно продукт, актив, другим образом. Дай нам Бог дожить до этих времен и проблем, так скажем. То есть, возможно, нужно будет какую-то первую такую тягу сделать именно краудинвестингом, финансированием, именно я говорю про экотехнопарки, то есть про самую рисковую стадию в Арабских Эмиратах, в той же Индии. Возможно, нужно будет какую-то долю профинансировать именно краудинвестингом. Но я могу сказать, что, может, это и не понадобится, потому что то, что уже было продемонстрировано, и вот я могу сказать, что 28 ноября, на мой взгляд, еще произошла такая веха, и поехал у нас первый раз Юнибайк 21 апреля, Юнибус поехал в первый раз. И я всегда с интересом общаюсь. Друзья, не обижайтесь, что я вкратце общаюсь по поводу тех вещей, что, допустим, говорят, что в ускоренной перемотке Юнибайк ехал. Дорогие друзья, ну, можно заснять и сейчас видео, и каждый раз видео снимать, когда он чуть-чуть побыстрее поехал, когда он намного побыстрее поехал. Сейчас я могу сказать, по сравнению с тем, что было на ходовых испытаниях, и то, что у нас запечатлено на видео, в ускоренной перемотке, так называемой, это небо и земля, и по шуму, и по скорости перемещения. Но я могу сказать, что оптимизация расходов идет во всем, в зао-струнные технологии. Поэтому и талантов, таких как Никита, видеомейкер и видеомонтажер, и Никита одновременно успешно справляется, и такую вот блоговую версию сделал, когда на Railway Tech Indonesia я присутствовал, и именно вот как взгляд, я думаю, что все несколько ощутили и очутились на время на этой выставке, и обязательно уже Skyway Capital, наш видеомаркетинг-отдел, смонтирует ролик непосредственно уже по выставке в Индии. Дорогие друзья, и, соответственно, сейчас вам готовится, да не вам, нам всем готовится сюрприз, и я с нетерпением ожидаю этого на экранах телевизоров экофестиваля, когда будет представлен новый фильм. Я думаю, что мы такими планомерными шагами с Никитой шутим, что вот как бы, наверное, уже через годик будешь полнометражный фильм снимать Skyway Небесная дорога. Но, дорогие друзья, это абсолютно реально, и сейчас я могу сказать, что нет времени снимать реальные ходовые испытания сейчас, вот с какой скоростью Юнибайка, потому что тот, кто поверил, тот верит, и нам достаточно Судхира Шармы, которого удовлетворила и скорость перемещения, и то, что показали на Экотехнопарке, нам всегда приятно общаться и сотрудничать с такими партнерами, как Абдуль Рахимнаки, как Алла Аль Шаир, и по Арабским Эмиратам тоже ожидает, я думаю, Виктор Бабурин вместе с Анатолием Эдуардовичем, но Анатолием Эдуардовичем поменьше, естественно, потому что все-таки нужно контролировать процессы в ЗАО, струнные технологии и на Экотехнопарке, но Виктор Бабурин, наверное, просто пропишется в самолетах, если сейчас он живет в самолетах, нужно будет прописаться, потому что, вот мы говорили, в Индии еще Виктор Бабурин и Анатолий Эдуардович находятся, но я четко понимал, что они должны были отправиться в Индонезию, сегодня вот как бы с Виктором мы переписывались, и, дорогие друзья, для индонезов тоже прогремел такой первый выстрел предупреждения, не побоюсь этого слова, именно по схеме краудинвестинга, нам необходимо сейчас всем расти и доносить информацию в виде технологии, экологии и венчурной, один из самых перспективных проектов в мире, но никак не про то, что дисконты, акции и пакеты в открытой социал-медиа пространстве, потому что сейчас на территории Индонезии и нашему лидеру, руководителю Индонезов Педвину Сору, я уже передал информацию, завтра будет серьезный разговор происходить, потому что уже на высшем уровне произошли встречи, и вы помните Руслана, тоже вот Виктор мне написал, я думаю, сейчас как раз таки происходит встреча, организованная и Русланом, то есть с различными командами, с различными инвестиционными группами, по различным проектам, так же как это было и в Индии, происходит взаимодействие уже по Индонезии. И дорогие друзья, я нисколько не исключаю тот факт, что очень жесткие правила игры будут для всех азиатов, где начинают развиваться адресные проекты, ну и вообще, наверное, для всех адресных проектов, и не исключен тот факт, дорогие друзья, что таким вот прекрасным совпадением является, что Европа очень сильно жестко зарегулирована, и адресные проекты пойдут там не в первую очередь, а в первую очередь они пойдут в Азию, в Монголию, в Боливию и так далее и тому подобное, то есть в Европе, соответственно, мы будем развивать именно направление краудинвестинга, потому что мы всегда идем по лезвию, по лезвию бритвы, и мы должны сохранять равновесие, то есть это как чаша бесов, адресные проекты и, соответственно, краудинвестинг, они должны уравновешивать друг друга, но ни в коем случае не перевешивать друг друга, потому что сейчас я могу сказать то, что произошло в Индии, и многие лидеры, и предприниматели, и сетевики, которые на наш клич, то, что пройдет выставка, приехали, и от Skyway Invest Group также приехали, с Армандом там пообщались также, с Милой, и я могу сказать, дорогие друзья, что сейчас, так как в Индии начались серьезные телодвижения по адресным проектам, правила игры по краудинвестингу меняются в сторону ужесточения, но, дорогие друзья, вот посмотрите на эмоцию Виктора Бабурина, редко он так вот прямо таким образом показывает эмоцию, то есть палец вверх, я помню, прямо вот такое же выражение лица, это на первой конференции в гостинице университетская, когда было ощущение, что вот уже краудинвестинг начался, он запустился, и сейчас я могу сказать, что серьезное шествие на государственном уровне, на уровне целой страны запущено и начато именно начиная с территории Индии. И то, что было получено благословение Далай-Ламы, это абсолютная закономерность, дорогие друзья, потому что логика, рационализм и изобретательство, соответственно, ум должны были соединиться с сердцем, душой и духом, и, соответственно, гармонием, состоянием равновесия, что характерно для буддизма. И то, что вот Анатолий Эдуардович с Далай-Ламой соприкоснулись головами, я думаю, что немногие люди во всем мире удосужились таким образом пообщаться с Далай-Ламой, и он оказал честь, и, дорогие друзья, это как раз-таки символ уже с помощью активных действий, активных адресных проектов, это стремление к бесконечности. Ну и это, соответственно, закладывается в стратегию развития вообще нашего проекта, то есть, когда меня спрашивают, насколько вы планируете развиваться, я говорю, что на 5, 15, 20, 30 и даже 50 лет вперед стратегия уже заложена. И очень такая позитивная волна прошла, когда Судхир Шарма, министр городского строительства, городостроительства, Химачал Прадеш штата, держал уже в руке именно брошюру, которая не в открытом доступе, и, соответственно, она была представлена именно по конкретному проекту, и Анатолий Эдуардович сказал, что вот если вы это реализуете, когда вы это реализуете, вы заслуженно можете стать абсолютно премьер-министром, а может быть даже президентом. Судхир Шарма улыбнулся, но в его улыбке было прочитано мною понимание абсолютное, потому что будут перевыборы, и, соответственно, многие уважают Судхиры, и сам Далай-Лама очень сильно чтит и уважает Судхир Шарма, потому что именно он построил такую вот асфальтовую, качественную дорогу к его резиденции, и Далай-Лама поистине возблагодарил его, потому что жаловался, что всегда спина болит, когда в резиденцию едешь с перелетов, потому что вы знаете, что Далай-Лама путешествует по многим городам и странам мира. Я не удивлюсь, если он в одной из лекций упомянет так вот как бы обтекаемо о Skyway, потому что был установлен контакт, так скажем, был установлен контакт не с религией, а именно два гения сошлись, и началось взаимодействие. Дорогие друзья, про тот подвижной состав, высокоскоростной, про который говорил Сергей Анатольевич, вы сможете посмотреть подробно в репортаже, в моем, который будет смонтирован чуть позже. Ну, а пока в стационарном виде, посмотрите, как этот выглядит, но выглядеть он будет совершенно по-другому, и посмотрите справа, минимум народа, вот столько было на выставке, то есть это утро, это, так скажем, разгон, это первый день, и что произошло в первый день, давайте вкратце я пробегусь, что произошло, это, естественно, пленарное заседание, это панельная дискуссия, возглавляемая, я думаю, что дискуссией и именно выступлением Анатолия Эдуардовича, и сейчас я могу сказать, что то, что я слышал, английский я хорошо знаю, это ни в коем степени сравнение не идет, потому что многие люди говорят о мобильности именно 3.0, некоторые говорят о мобильности даже 2.0, 4.0 для них это, соответственно, Wi-Fi и передача взаимодействия сигналов между автомобилями, и никто не знает, как проблему пробок все-таки можно решить, и только Анатолий Эдуардович представил на своей речи, каким образом можно не просто решить эту проблему, а сделать с помощью умной технологии, вначале умные города, а потом это все подкрепить и подытожить целым умным государством. И очень много было контактов у нас таких вот первичных в первый день, я, как говорил уже на дневном вебинаре, примерно 4-5 раз на следующий день после подписания соглашения прогремели новости в различных новостных изданиях, именно печатных, на телевидении, и подходили и дальше брали интервью, я думаю, что очень много материала появится и подходили, хотят бесплатно нас размещать на различных колонках, посвященных инновациям и смарт-городам в самых различных журналах. Торгово-промышленная палата заинтересовалась, это именно Федерация торгово-промышленных палат всей Индии, пригласили на мероприятие, где будет присутствовать топ-менеджеры и в районе 300 компаний, которые заинтересованы в повышении качества жизни Индии и в развитии бизнеса, промышленности. Позвали в Арабские Эмираты в Дубае на выставку и рассматривают нас именно как замену концепта Hyperloop, потому что понимают, что сейчас технологически ничего Hyperloop Transport Technologies и Hyperloop One не могут показать в ближайшее время. И, дорогие друзья, недолго тот час, когда в 2019 году при достаточном финансировании мы продемонстрируем уже начало ходовых испытаний гиперскоростного транспорта. То есть это больше тысячи километров в час. Но, естественно, это пройдет только после отработки технологии высокоскоростного транспорта в сентябре-октябре 2018 года при достаточном финансировании, опять же повторяю, это у нас запланировано. Было общение в первый день с двумя очень крупными, крупнейшими индийскими фондами, то есть они специально вылетели со своих городов и, соответственно, общение в районе часа происходило между Анатоли Эдуардовичем и Виктором Бабуриным. И я не исключаю тот факт, что они будут инвестировать также и адресные проекты вне Индии, потому что вообще стратегия компании сейчас заключается в том, что мы будем охватывать самые выгодные, самые лучшие проекты, но точечно по стране и так как 50-100 адресных проектов сейчас чисто физический отдел адресных проектов и все зоострованные технологии не смогут охватить и удовлетворить потребности и мы будем двигаться постепенно. То есть те адресные проекты, которые нужно сейчас развивать на территории Индии, они собственно уже появились. И благодаря Доротеи, то есть это действительно женщина, которая заслуживает целого ряда вебинаров, абсолютно открытая, честная и чем-то она напомнила мне и Жака Фреско в таком женском обличии. Очень мудрая женщина и делает действительно все бескорыстно, чего не скажешь о некоторых партнерах, даже которые в Индии начинали с нами взаимодействие, одна из институционных групп, а потом уже начали выкручивать руки, начали выкатывать предложения, но мы также диверсифицируем нашу стратегию развития в странах и если не они, то соответственно другая институционная группа возглавит управляющие компании в Индии. Они еще посоревнуются, но нам соревнования эти только на руку, дорогие друзья. Приходили руководители корпорации ТАТА, то есть это крупнейшая машиностроительная корпорация и крупнейшая металлургическая корпорация, она производит и автомобили и ладо, вот как ладо вас у нас в России, также примерно ТАТА в Индии и соответственно про прайс ватерхаус мы упоминали, прайс ватерхаус также посетили на стенд и извили желание получить модель, если это возможно, именно вот 1 к 50 скоростного транспорта и городского пассажирского подвесного чтобы уже презентовать побили тех VIP клиентов и действительно крупных серьезных клиентов, которые посещают их офис, это тоже я считаю достаточно серьезная оценка и 11 мая уже началась разминка закончилась началась уже логика адресных проектов, то есть каких только адресных проектов не появилось 11 12 мая это и целые умные города на вебинаре дневном я называл эти города популяция от 2 до 5 миллионов то есть это именно логика преобразования из современных мегаполисов в современный умный город ну а мы дополняем чтобы создать именно государство на уровне государства 21 века умное государство то есть это как Бихар-Батре Гоя 2 миллиона человек это как Бодх Гоя это как Наланды 2 миллиона человек целые руководители смарт инополисов индийских приходили и говорили что мы готовы также и финансировать сами адресные проекты чтобы показать нашу заинтересованность чтобы показать нашу благосклонность я говорю что лучшую благосклонность вы покажете приехав в самом начале для установления взаимодействия на наш эко-технопарк потому что на территории Индии к сожалению мы сейчас именно в виде эко-технопарка для вас ничего продемонстрировать не можем и уже Анастасия Ликот связалась с ними и вообще я могу сказать что Настя не покладая рук работала все эти дни разгребала примерно 20 адресных проектов всем написала в копе стоит и Виктор Бабурин и я думаю все ответственные лица в каких вопросах нужно затрагивать и Анатолия Эдуардовича Юницкого то есть работа уже кипит дорогие друзья и котел с новыми адресными проектами он варится скоро будет приготовлено очень вкусное результативное блюдо которое мы увидим уже в заключении новых соглашений дорогие друзья и соответственно еще большем интересе именно к созданию экотехнопарка и закрепление именно лидирующего государства принявшего технологию Skyway именно в качестве Индии также нам помогали активно из белорусского посольства то есть очень интересные дискуссии были предложены и очень интересные контакты были организованы с удовольствием коллеги оценили нашу виртуальную реальность когда я думаю что это во всех региональных представительствах появится то есть мы этот процесс Skyway Capital наладим чтобы человек смог ощутить надев очки виртуальной реальности каким образом сейчас выглядит внутри Unibus Unibike каким образом выглядит Эко технопарк то есть это виртуальная реальность но парадокс из того что создано уже в реальности то есть даже тут Skyway идет действительно против течения и создает свои правила даже концепта виртуальной реальности но дорогие друзья огромной популярностью эта концепция пользовалась также очень сильно заинтересовались и советники градостроительства Индии то есть всей Индии по строительству вместо планов где реализовывалось метро я не говорю про крупные мегаполисы как Мумбай и Дали есть еще более мелкие относительно города где планируется строиться метро и сейчас единственное решение кто был в Дали вы увидите кучи действительно масса железобетонных массивных опор и на них железобетонные эстакады действительно уродущее зеленый облик города Дали потому что с высоты этажей 18-26 то есть вот видны именно зеленые ресурсы вся экология Дали но современная транспортная инфраструктура сейчас это нарушает дорогие друзья и естественно все это понимают и такие даже именитые люди как члены парламента то есть этот очень важный человек который посетил уже 12 мая наш стенд именно в парламенте и одного из крупнейших второго по численности штатов Ултар Прадеш если не ошибаюсь и посетил этот человек с четким желанием четким намерением на следующей сессии заседания парламента донести эту логику эту технологию построения умного государства с помощью умной технологии умных городов непосредственно уже министру транспорта министру инфраструктуры и всем ответственным министрам которые сейчас пока что об этом не в курсе также у нас были общения по поводу дальнего зарубежья от Индии то есть это Доха Катар там уже готов проект есть финансирование и попросили очень быстро связаться также уже оперативно отреагировали зао струнные технологии специалисты в Великобритании даже родился адресный проект там небольшая территория примерно 4 километра то есть это вместо канатной дороги также в каком-то из городов между двумя терминалами аэропорта то есть это такие вот привычные уже проекты более 40 километров пилотный проект высокоскоростного транспорта то есть это именно вот наши партнеры индийские уже установили контакт и все также было передано в ЗАО струнные технологии ну и я не говорю о том что многие студенты желают сейчас после выставки написать непосредственно исследование диссертацию по адресным проектам вот инженеры вы видите это нестевики это не какая-то структура сети это совершенно незнакомые люди которые услышав о технологии решили сфотографироваться потому что они говорили сами что мы теперь понимаем чем мы будем заниматься уже в ближайшие года и куда вообще движется мировая транспортная инфраструктура и очень рады и счастливы что именно первопроходцами на уровне государства является сейчас их страна их Индия которая может вырваться соответственно уже в мировые лидеры по мировой экономике и обогнать и США и Китай и абсолютно это логично и закономерно будет так как они не ожидают каких-либо регламентации они сами готовы все создать все подстроить и соответственно максимально ускорить согласование и развитие адресных проектов в интервью Виктор Бабурин сказал что до первых авансовых платежей не так далеко осталось то есть я там запасом как обычно сказал Виктор меня поправил и сказал что побыстрее планируется и что недолг уже тот час когда пойдут авансовые платежи вы помните что 926 миллионов долларов это штат Джархан это три проекта включая Экотехнопарк который является одним из трех проектов и соответственно Тхармсала город штат Химачал Прадеш это примерно в районе чуть больше 100 миллионов долларов и посчитайте сколько авансовых платежей примерно 10-15 процентов авансовых платежей это говорит о том дорогие друзья что обратный отсчет у нас уже начался и продолжается и ускоряется и часы именно стрелки часов так скажем перед закрытием финансирования корневой технологии они уже начинают двигаться все быстрее и быстрее я могу сказать что очень меня поразил тот факт когда подходили люди и сразу с адресными проектами чуть ли уже не с готовым ТЗ все описывали и говорили свяжитесь с нами но запомнился очень серьезно тот факт когда по грузовому направлению подошел один именно обладатель этого потенциального адресного проекта и могу сказать что очень сильно так вот является показательным его вопрос то есть он так скажем с высоко поднятой головой спросил вот 60-70 тонн в час сможете обеспечить я говорю ну примерно 200 миллионов тонн в год вообще мы можем обеспечить мы посчитали и он был поражен он просто больше ничего не говорил он попросил брошюры поражен именно той цифры которая в день у нас получилась и соответственно в час то есть она значительно превосходила его потребности и он сказал что не знал что существует вообще такая технология и что это будущее всей грузовой промышленности и индийской и вообще мировой и соответственно взял буклет взял брошюры оставил контакты сегодня вот мы уточнили с Анастасией и было непонятно немножко написано email разобрались все переслали я думаю что этот адресный проект также будет рожден и соответственно да вот Андрей подсказывает и был поражен человек очень-очень серьезно авансовые платежи которые получат от адресных проектов естественно частично они будут направлены на экотехнопарк то есть на тех предварительных стадиях как проработка технической документации как подготовка именно до выхода на строительство на реальное строительство и меня обрадовал тот факт когда ну так вот примерно я прикинул что 3-4 месяца с запасом это подготовка технической документации подготовка именно всех телодвижений перед началом строительства и строительство это за 9 месяцев учитывая подготовку технической документации при организации финансирования ну максимум 10-11 месяцев можно построить я имею ввиду вот ту небольшую часть которая вот к примеру в Дхармсале то есть Skyway может строить достаточно быстро все зависит от согласования от поступления первых авансовых платежей и дорогие друзья я не исключаю тот факт что при запуске первых адресных проектов компания все же показательно какую-то часть выделит на выплату хотя бы микроскопических но первых дивидендов потому что нужно будет сказать нужно будет показать что все адресные проекты у нас уже пошли не просто на бумаге не просто в виде согласования подписания меморандумов о сотрудничестве а в виде реальных поступлений и далее уже адресные проекты начнут приносить реальную прибыль но первое событие которое мы все с вами отметим очень серьезно на уровне как вот мы радовались именно запуску Unibike запуску Unibus это запуск финансирования и оплаты адресных проектов на мой взгляд в 2017 году очень скоро мы это все увидим и мне многие задают вопросы по поводу тех миллионов долларов которые мы говорили о европейцах и многие люди мне пишут говорят что вот вы обманываете никаких миллионов нет дорогие друзья вы не представляете какой проект там закладывается и это целая программа именно промышленного масштаба в Европе и франтишек солар его команда получили одобрение на эту программу я могу сказать одно что эти платежи будут и они будут ежемесячно в течение далеко ни одного месяца потому что какую-то часть франтишек его команда соответственно с той немаленькой суммы которая будет направляться и на адресные проекты и на металлургическое производство причем самое интересное франтишек наверняка это все согласовывал не наверняка а именно точно согласовывал три года назад начинал согласовывать и еще не знал какого масштаба проектом он будет заниматься сейчас понятно зачем это все согласовывалось и дорогие друзья все случайности в проекте Skyway абсолютно не случайны так же как и встреча Анатолия Эдуардовича и Далая Ламы и я естественно жалею что я не был на этой встрече но я могу сказать что наше место было так скажем на фронте на выставке потому что намного больше было посетителей намного больше экшена было чем на выставке в Индонезии я уж не говорю про инотранс там у нас вообще такая разминка была потому что все больше и больше людей узнает о технологии Skyway прилетают с различных точек земного шара непосредственно на выставку чтобы пообщаться уже по конкретным адресным проектам и нисколько не удивляет та фраза которая уже является коронной кто приходит к нам с адресным проектом и говорят что вот мы собственно в поисках данного решения ходили по выставке и когда увидели ваш стенд пообщались поняли что вот оно решение мы можем возвращаться в свою страну то есть это уже как дежавю дорогие друзья но это будет на выставке и в Гонконге и в Индонезии возможно будем участвовать и в других многих странах мы будем участвовать и что-то мне подсказывает что выставка инотранс в 2018 году после того как уже при достаточном финансировании мы продемонстрируем Юни Лед она будет просто фурором не только для Skyway но и для самого инотранса потому что будет представлена концепция и уже я думаю что действующая модель именно высокоскоростного транспорта который опояшет всю планету намного сильнее чем это сделал современный высокоскоростной транспорт поэтому дорогие друзья несмотря на то что мы наблюдаем Сергею Анатольевичем тенденцию такой вот именно стагнации и может быть многие слушают записи может быть кого-то устраивают сейчас и новости и просто молча инвестируют в России но давайте не только наблюдать за Индией но и сделаем так чтобы Русь Россия также проснулась и соответственно начались адресные проекты уже в широком масштабе это естественно не только от нас с вами зависит но ведется проработка и по России на высшем уровне это пока закрытая информация но не уставайте и успевайте помимо заграниц строить свои структуры и развивать направление краудинвестинга Skyway и в России потому что час России и время России также в направлении Skyway придет и что-то мне подсказывает это может произойти раньше чем это произойдет у зарегулированной Европе ну максимально замотивированной Европе как показывает наш краудинвестинг и дорогие друзья наверное такая судьба нашего проекта чтобы чашу весов всегда балансировать поступление инвестиций краудинвестинг адресные проекты где-то жесткие правила где-то правила обычные но у нас сложный проект у нас непростые задачи и у нас достаточно непростая миссия построить Skyway и спасти планету с этим я вас могу дорогие друзья только поздравить и с теми новостями которые мы сейчас имеем действительно только вперед на пролом как пуля лететь как Антолий Эдуардович сквозь года уже скоро 40 лет продвигает технологию Skyway строй Skyway спасай планету и дай дорогу в мир Субтитры Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok